Единый информационно-расчетный центр, сокращенно ЕИРЦ, позволит упорядочить все платежи жителей. Деньги будут поступать не на счета управляющих компаний, а аккумулироваться в муниципальном учреждении и уже оттуда перечисляться напрямую ресурсно-набжающим организациям. Такой подход позволит избежать долгов перед поставщиками воды, тепла и электричества. А деньги жителей не будут исчезать вместе с организациями, которые не прижились на рынке ЖКХ. Финансовые потоки станут прозрачными. На этом этапе как раз и задача стоит, чтобы сегодня деньги населения не пропадали. В течение 2016 года в львиной доле все управляющие компании должны работать через динерасчетный кассовый центр. Если этого не произойдет, значит управляющие компании есть что скрывать. Пока ЕИРЦ обслуживает только Самару, но в перспективе, когда в силу вступит федеральный закон, подобные расчетные центры могут появиться и в других городах 63-го региона. Будем создавать по всей территории единый информационный центр. На тот момент Самара уже будет со своим информационным расчетным центром. И по примеру Самары по этой схеме будут запускаться в муниципалитетах и других городах единый информационный центр. На своем кошельке самарцы перемен не почувствуют. А вот качество коммунальных услуг может значительно вырасти. ЕИРЦ станет еще одним инструментом контроля работы управляющих компаний. Марина Кравцова, Константин Головин. События.